В Славянском районе живет много талантливых людей – спортсмены, педагоги, артисты, художники и, конечно же, поэты. Одна из них – участница поэтического клуба «Славяне» Татьяна Ладыко. В июне этого года наша землячка стала победительницей межрегионального фестиваля бардовской песни. На пятом межрегиональном конкурсе бардовской песни «Струна и кисть и вечное перо», который проходил в городе Сыктывкар, Татьяне Ладыко было присуждено первое место в номинации «Автор стихов и музыки». Основным организатором фестиваля является правление Всероссийского общества инвалидов. Победительница отмечает, что для нее это самая дорогая оценка творчества на сегодняшний день. Творческие люди всегда отличались необычным мышлением. Татьяна Ладыко – не исключение. Новые идеи для творчества, признается поэтесса, черпает из самой жизни. Может быть, просто родится однострочка, и потом ты с ней ходишь, мучаешься, а потом уже это выливается либо в стихотворение, либо в песню. Вот был случай, я ехала в поезде и видела, ребенок на полке просто играл с солнечным зайчиком, бегал за ним, то есть поезд едет, зайчик этот мелькает, он по полке прыгает, то на пол, то на полочку. И потом, когда тучи зашли на небо, он расстроился, лучик пропал, все, он в слезы, мама его давай успокаивать, и вот такая вот вроде бы небольшая ситуация, у меня в связи с ней родилась песня. На достигнутом Татьяна Николаевна останавливаться не намерена, ведь впереди еще множество конкурсов, побед и открытий. Счастье от встречи со старыми друзьями и новых знакомств. Интересно, как ты там, если там такое же синее-синее небо, терпкий запах сирени, аромат тушистого хлеба. Если сможешь, приснись, расскажи, с кем уже повстречался. На очередном заседании участников поэтического клуба Татьяна исполнила несколько своих песен, в том числе и ту, с которой одержала победу на конкурсе. Татьяна Николаевна Творческое объединение «Славяне» – поэтический клуб местных поэтов работает на протяжении восьми лет. Идейным вдохновителем его создания и руководителем стала Галина Кувайкова. За время существования клуба вышло несколько сборников стихотворений и альмонахи местных авторов на разные темы – «Славянское ожерелье», «Мама, милая мама», «Альмонах, Краснодар, край казаков», «Владимира Дорошенко» и другие. Двери поэтического клуба «Славяне» всегда открыты для новых авторов, для тех, кто пишет стихи, прозу, музыку на свои стихи. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».